Этим летом маленькая, но гордая марка Субару провела обновление Форестера. Имея скромный бюджет, японцы поступили достаточно хитро, радикально изменив лишь форму фар. Благодаря этому рестайл выглядит свежее и оригинальнее. Салон дизайнеры оставили без внимания, видимо, посчитав, что интерьер трёхлетней давности по-прежнему актуален. А вот фирменный полуавтопилот потребовал апгрейда. Комплекс электронных ассистентов iSight расширен и улучшен. Медиа-система сохранила прежний тачскрин диагональю 8 дюймов, но обучилась распознавать жесты. Так что теперь водитель может управлять климат-контролем, не касаясь привычных аналоговых рукояток. Подвеска, как уверяют представители марки, стала комфортнее. А вот двигатели прежние — это оппозитные атмосферники на 150 и 185 сил. Всем машинам полагается клиноцепной вариатор и полный привод. Увы, но оценить итоги обновления захотят немногие. Ведь базовая версия новинки стоит без малого 3 миллиона рублей. Тогда как локализованные Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan обойдутся на несколько сотен тысяч дешевле. В начальную комплектацию Forester'а входят 7 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, комбинированная обивка сидений, электропривод водительского кресла, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида и сервопривод пятой двери. Чтобы привлечь новых клиентов, российский офис Subaru придумал расширенную гарантию. Так, изготовитель предоставляет стандартные 3 года или 100 тысяч километров пробега, а местный дистрибьютор продлевает ее до 5 лет или 150 тысяч. К новому модельному году Kia тем или иным образом обновила большую часть своих моделей. Притом перемены коснулись даже маленького пиканта. Он примерил свежую эмблему, а заодно избавился от непопулярного мотора объемом 1,2 литра. Так что теперь малыш предлагает только литровый атмосферник отдачей 67 сил. Но кроме механики для него стал доступен четырехдиапазонный автомат, прежде предлагавшийся строго для старшей версии. Набор комплектации остался прежним. Уточним, что этим летом пиканта немного обновился. В богатых версиях экран бортового компьютера стал цветным, а медиасистема примерила 8-дюймовый тачскрин вместо 7-дюймового. К слову, российский рынок субкомпактов сжался до минимума. Из малогабаритных моделей остался лишь Chevrolet Spark узбекской сборки.